На помощь в ликвидации масштабного загрязнения побережья Керченского пролива брошены подразделения морских пехотинцев. Около сотни военнослужащих с Новороссийской веноморской базы помогают спасателям в очистке берега. Кроме того, в акватории продолжается поиск пропавших во время воскресного шторма моряков. Сегодня же в порт Кавказ прибыл Виктор Зубков. Премьер по поручению президента намерен на месте разобраться в сложившейся ситуации. В эти минуты проходит совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Из Краснодарского края репортаж Михаила Антропова. Премьер-министр Виктор Зубков сегодня лично оценил масштабы трагедии в Керченском проливе. Он приехал во второй половине дня в порт Кавказ, где расположен оперативный штаб. Но перед совещанием он побывал на побережье, где ведутся работы по очистке берега от мазута. Произошедшее здесь он назвал крупнейшей корабельной катастрофой в истории Новой России. Надо сказать, что причина трагедии. Но есть, конечно, неблагоприятные погодные условия, но на это сваливать всю вину, наверное, нельзя. Мы должны сегодня разобраться, то ли это фатальная неизбежность, то ли это не оперативные и несвоевременные действия службы, или это расчет на русское наше авось. На совещании, скорее всего, речь пойдет о строительстве дамбы. Она, по мнению специалистов, единственная возможность избежать экологической катастрофы в Азовском море. Единственной возможностью принятия срочных и действенных мер является не только Боновая, но и полное перекрытие пролива между островом Тузла и Косой Тузла. Такое мероприятие мы считаем целесообразным сделать как минимум на пять лет, для того, чтобы, вы увидите, тогда образуется практически залив заводь. Абсорбенты и Боновые заграждения здесь неэффективны. Именно в этом районе потерпели крушение четыре крупных судна. Более тысячи тонн мазута находится сейчас в возвешенном состоянии, то есть ниже поверхности воды. Собрать его невозможно. Постепенно мазут просачивается в акваторию Азова. Блокировать его необходимо как можно скорее. Сегодня к месту крушения танкера «Волгонефть» отправился специально оборудованный корабль. Его задача – откачать мазут, который остается в герметичных отсеках судна. По оценкам экспертов, это не меньше тысячи тонн. С самого утра на очистке прибрежной зоны от мазута работали сотни человек. В основном это делалось вручную, но была задействована и техника. О том, какой ущерб местной экологии нанес шторм, говорит тот факт, что для захоронения погибших птиц оборудуется специальный полигон. Окончательную оценку ущерба, по словам экологов, можно будет дать не раньше, чем успокоится море. Синоптики прогнозируют, что улучшение погоды можно ожидать уже завтра. Сильный ветер сегодня так и не позволил поднять в воздух поисковые вертолеты. Розыск пропавших членов команды сухогруза на Хичевань велся с воды. Для этого были задействованы два корабля. Также было дано задание внимательно наблюдать за акваторией командам пограничных катеров. Кроме того, наблюдение велось с находящихся в проливе судов. Поиски моряков сухогруза на Хичевань пока не дали результатов пятеро человек, по-прежнему считаются пропавшими без вести. По словам сотрудников МЧС, активная фаза спасательной операции, скорее всего, завершится сегодня вечером. Михаил Антропов, Сергей Савин, Сергей Смирнов и Сергей Полянский. Телекомпания НТВ, Краснодарский край, Порт, Кавказ.